Добрый день дорогие друзья, с вами AlwaysOnTop и сегодня мы поговорим о приложении ВКонтакте для Windows 8. Итак, официальное приложение ВКонтакте уже в Windows Store. Приложение умеет ровно все то, чего вы от него и ждете. Официальный клиент дает возможность использовать на своем устройстве все основные функции социальной сети, от чтения новостей до размещения видео и фотографии. Разве что управление сообщениями в данной версии реализовано не в полной мере. Стоит отметить, что приложение уже рассчитано на Windows 8.1. Для ВКонтакте доступна большая плитка, а само приложение стремится максимально адаптироваться под разную ширину. Так что на обычную восьмерку установить официальный клиент популярнейший из социальной сети вряд ли получится. Итак, если у вас Windows 8, то можно смело переходить в магазин и качать приложение, что мы собственно и сделаем. Переходим в магазин и можно долго не искать. Приложение ВКонтакте будет сразу же буквально на начальном экране. Заходим. Я приложение уже установил, но у вас в этом месте будет кнопочка установить. Установка будет очень быстрой. Сразу после установки вы сможете использовать приложение. Приложение скачано, установлено. Теперь можно перейти и к самому обзору. Сразу же после входа в приложение мы видим экран входа, куда нам нужно ввести свой логин и пароль. Вместо логина я введу свой номер мобильного телефона. Теперь введу пароль и нажимаю кнопку вход. Итак, что мы видим? В принципе, как и всегда, мы видим вкладку новости. Причем интересный момент. Новости здесь располагаются не вертикально, как это было привычно бы нам видеть, а горизонтально. В отличие от приложений Android или же, если просматривать браузер на через Opera, Chrome или другой браузер, которым вы пользуетесь. В принципе, слева так и сохранилось меню управления. В свернутом состоянии оно выглядит в виде значков. Если его раскрыть, здесь все подписывается на русском языке, все понятно, просто. Переходим на главную страницу. Главная страница представлена у нас следующим образом. Отображается, естественно, имя, фамилия, статус онлайн, дата рождения, город, учеба, работа, друзья, подписчики, интересные страницы, фотографии и прочее. Далее, если прокрутить, мы видим нашу стену. Кстати, она тоже выполнена в виде горизонтальной прокрутки. Но я думаю, это не помешает. Следующее у нас, ну, новости мы уже посмотрели. Ответы. Ответы у нас тоже представлены горизонтально. Ну, в принципе, все можно просмотреть, все выглядит очень и очень удобно. Сообщения. Сообщения тоже весьма и весьма интересные, потому что если просматривать сообщения обычные, то есть не беседы, то они представлены такой двухсторонней связью, то есть с одной стороны ответы с другой стороны. В шахматном порядке. Но если же просматривать диалоги, то тут ситуация немножко другая. Все сообщения выполнены аккуратненько, ровненько, все в линию. В целом имеет красивый вид. Кстати, в разделе сообщений есть также один удобный момент. Когда вам приходит новое сообщение, то в верхнем правом углу выскакивает небольшое уведомление о том, что у вас есть новое непрочитанное сообщение. Отправляя сообщение, у вас также осталась возможность прикрепить к нему различного рода файлов, а именно фотографию, аудиозапись, видеозапись, карту, либо же документ. Переходим дальше. Друзья. В основном вкладке друзья отображаются ваши все друзья. Статус высвечивается точно так же, как это было бы, если бы мы просматривали через приложение Opera или же через другое приложение Android или iOS. То есть, если человек сидит с компьютера написано онлайн, если же человек сидит с мобильного устройства или планшета, то отображается миниатюрный значок мобильного телефона. Все точно так же, как и мы привыкли уже видеть. Заявки в друзья, то есть ваши подписчики, ну или те, на кого подписаны вы, тоже отображаются аналогичным образом. Сообщества тоже будут отображаться подобным образом горизонтально, это в принципе неинтересно, поэтому перейдем и посмотрим, как же отображаются фотографии. Когда мы заходим в раздел фотографии, мы видим наши альбомы. Ну, перейдем, допустим, сюда. Откроем какую-нибудь из фотографий. Кстати, фотографии переключаются не передвижением фотографии с одной стороны в другую, а такой вот кнопочкой, стрелочкой. Не знаю, плюс это или минус, но, честно говоря, мне было бы удобнее переключать именно перетаскиванием фотографий с одной стороны на другую. Я считаю, что это неудобно. Ну да ладно, может быть, кому-то это покажется и удобно. Видеозаписи. Видеозаписи оформлены весьма неплохим образом. Большие значки, все хорошо просматривается. Давайте, что ли, запустим видео. Кстати, весьма интересно, потому что открывается боковая панелька, в которой написано название, краткая характеристика. Здесь внизу можно поменять разрешение. Давайте оставим. Кстати, видео запускается не сразу. Для того, чтобы начать воспроизведение, нужно нажать именно на иконку Play, после чего начнется воспроизведение видео. Также его можно перевести в полноэкранный режим. Кстати, одним из плюсов является как раз прокрутка видео, потому что она осуществляется практически мгновенно, без подгрузок. Это очень и очень привлекательно. Переходим во вкладку музыка. Раздел аудиозаписи также имеет форму горизонтальной прокрутки. Прошу заметить, что воспроизведение музыки здесь также быстрое, как в воспроизведении видео. Но также, как и в воспроизведении видео, также и в воспроизведении музыки есть один минус. Здесь нету кнопки регулировки громкости. Громкость придется регулировать с помощью стандартной регулировки звука. Это очень и очень неудобно, потому что нужно постоянно сворачивать приложение. Ну а если же у вас Windows 8.1, то в принципе внизу есть панель управления, но все равно вам придется отвлекаться на нее для того, чтобы уменьшить или увеличить громкость воспроизведения музыки. Перейдем на вкладку закладки. Здесь, как и всегда, мы видим фото, которые вам понравились, видео, записи, люди, ссылки. В принципе, все точно так же, как и в стандартном приложении для Android или же в просмотре через браузер. Перейдем во вкладку настройки. Настройки здесь весьма и весьма урезанные, потому что здесь практически нет ничего из того, что мы могли бы увидеть, если бы просматривали настройки через браузер. Но на самом деле здесь, в принципе, достаточно функций. В разделе уведомления мы видим следующие настройки. Включение-выключение всплывающих оповещений в приложениях. Предпросмотр в восплывающих оповещаниях. По вкладке типы уведомлений мы видим сообщения, заявки в друзья, ответы, упоминания, мне нравятся, приближающиеся встречи. То есть здесь мы можем включить или отключить различного рода уведомления. Ну а именно те, которые здесь представлены. Настройка отправки. Так же, как и браузерно, здесь можно настроить отправку с сочетаниями клавиш. Язык интерфейса. Русский, английский, украинский. Те же, которые стоят у вас на раскладке клавиатуры. Безопасный режим также включено. Кнопка выход располагается под нашей иконкой. Но выходить мы пока не будем, потому что сейчас мы подведем итоги и поговорим о плюсах и минусах. Что же можно отнести к плюсам? Я думаю, к плюсам можно отнести весьма контрастный вид исполнения приложения. Потому что большие значки на белом фоне, черные буквы, все хорошо видно, все хорошо просматривается, очень читабельно, текст хороший. Это очень важно. Особенно, если вы будете сидеть с планшета. Давайте поговорим о других плюсах. Также к плюсам можно отнести сворачивающееся меню управления. Оно располагается аккуратненько слева, никому не мешая. В принципе, значки понятные, поэтому можно даже не разворачивать и сразу переключаться. Также мне понравилась также мне понравилась вкладка видеозаписи. Видео, воспроизведение видео представляется очень удобно, так как у вас есть и описание видео, можно очень легко выбрать качество воспроизведения видео. Как я уже упоминал раньше, видео воспроизводится практически без подзагрузок. Очень удобно развернуть полноэкранный режим и свернуть обратно. К плюсам также можно отнести всплывающие уведомления о новых сообщениях или же новостях. Например, в приложении для Android или приложении для iOS такой возможности нет. Такое есть только если мы просматриваем страницу ВКонтакте, браузер. На этом, я думаю, плюсы заканчиваются и, собственно, перейдем к минусам. Что же мне не понравилось? Не понравилось мне две вещи. Ну, точнее, одна, но в двух разделах, а именно в видеозаписях и аудиозаписях. Мне не понравилось отсутствие регулировки громкости, потому что лично мне это принесло большие неудобства, особенно когда воспроизводишь громкую музыку, и тут вдруг тебе нужно будет ее быстренько так приглушить, а у тебя под рукой совершенно нету кнопки. Тебе приходится делать очень много манипуляций, чтобы найти эту кнопку и приглушить громкость. Но если откинуть в стороны плюсы и минусы, то в целом приложение получилось весьма и весьма неплохим. Лично я его советую для использования пользователем Windows 8.1. На этом, я думаю, обзор можно заканчивать. В следующем видео мы познакомимся с приложением Facebook. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, следите за новыми выпусками Always on Top, а также заходите по интересным ссылкам, которые вы найдете в описании. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. До скорых встреч!